Ну, приходит к вам, и, как правило, никаких симптомов у него не обнаруживается поначалу. Всем нам также известно, что при ранней диагностике раковых заболеваний, при, ну, возможной выгоды, возможные успехи могут быть куда более значимыми, чем риски. Мне кажется, очень важно думать о том, чем скрининг отличается от других форм ранней диагностики, раннего обнаружения. До появления скринингов мы, как клиницисты, могли лишь диагностировать рак только после появления каких-то симптомов. И, ну, во многих странах, действительно, система довольно непростая, потому что у пациентов просто-напросто нет доступа к должному лечению. Когда люди приходили к врачу, даже если им ставили правный диагноз, то между диагнозом и началом получения лечения, как правило, проходило довольно длительный период времени, и, ну, последствия этого были довольно плачевны. Я не думаю, что это применимо к вашему государству, здесь у вас довольно высокие стандарты медобслуживания. Конечно, можно сделать многое для того, чтобы пациенты приходили раньше, чтобы они не ждали появления симптомов. Кроме того, можно многое улучшить в части ускорения перехода от постановления диагноза к началу лечения. Ну, конечно, стоит повышать уровень знаний людей о возможных заболеваниях. Но теперь есть скрининг, и то, что мы пытаемся сделать с его помощью, заключается в обнаружении раковых заболеваний до того, как пациент самостоятельно начинает что-то замечать. Ну, и вот это время между постановкой диагноза и лечением тоже можно сократиться. Я уверен, всем вам известно, ну, вот на предыдущей презентации мы видели подробную информацию о анализах FIT, о колоноскопии, которую делают в большом числе учреждениях. Это очень, ну, такое эффективное исследование. Зачастую просто пациенты о нем не очень много знают. Ну, и, как правило, существует три основных таких теста, которые отлично справляются с поставленной задачей. Меня сегодня попросили поговорить о том, почему так важно осуществлять контроль качества при раковом скрининге. Понятно, что качество является основополагающим в любой работе, тем более в медицинской сфере. Кроме того, баланс между ущербом и выгодой должен быть выстроен очень четко. Мы пытаемся сделать так, чтобы каждый мужчина и каждая женщина между 59, например, 65 годами прошли вот этот добровольный скрининг. Это, в общем, довольно большое число людей, много миллионов. Ну, и когда вот они приходят, в итоге те, которые доходят, у единицы обнаруживается раковое заболевание, к счастью. И большинство из этих людей еще не подвергаются таким уж высоким рискам. То есть это очень низкий уровень риска, очень высокий уровень успешности проведения заболеваний. Именно поэтому нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы люди приходили как можно раньше. Из моего опыта по работе в европейских странах я вырос в Соединенных Штатах Америки и планировал поучиться в медицине там, но мне предоставилась другая возможность. Там мы обнаружили, что дело не только в том, чтобы провести анализы и заставить людей пройти вот это обследование. Дело только в том, чтобы сделать вот эти общественные инвестиции стоящими, чтобы все это окупилось. Основная проблема, с которой мы столкнулись, заключилась в том, чтобы те, кто получил положительный результат исследования, получил бы должное и верное лечение. И кроме того, затем вернулся повторно, чтобы удостовериться в благоприятном развитии. Другая проблема, с которой мы столкнулись. Некоторые люди, проходящие колоректальные исследования, не имеют заболевания, однако состоят в группе высокого риска. И если можно было бы пригласить всех этих людей на эндоскопическое исследование, например, спустя какой-то непродолжительный период времени, было бы совершенно замечательно. Это было бы замечательным таким введением в клиническую практику. Тогда скрининговые программы, в общем, были бы еще более эффективными. Когда это нужно делать, как, это очень важный вопрос. И лишь в конце всего этого очень долговременного процесса можно в итоге определять, насколько полезным является этот скрининг. Ну вот, для этого нам нужно внедрение системы контроля качества. Мы пытаемся увеличить, максимизировать положительное воздействие, то есть сократить смертность в зависимости от того, о каком типе рака идет речь. Мы используем различные виды диагностики, минимально, грубо говоря, инвазивные для пациентов. Мы стараемся очень ограничивать число ложно-отрицательных результатов, насколько это возможно, и удостовериваться в том, что результат является как бы достоверным. Мы стараемся при этом эффективно использовать ресурсы. Нам необходимо проводить определенные исследования и должным образом выстраивать баланс. В европейских программах мы обнаружили, что способ организации скрининговых программ оказывает огромное влияние на обеспечение качества этих программ. Порядка 20 лет назад, когда скрининговые программы только появлялись в Европе, едва ли одна из них была организована в соответствии с этим определением. Не было никого, кто нес бы ответственность за медицинское качество программы как таковой. Это были просто отдельные люди, которые проводили отдельные исследования. Ну и в случае, если какая-то возникала проблема в ходе реализации программы, невозможно было до конца найти, кто был ответственным и кого нужно было призывать к ответственности. Едва ли проводились какие-то анализы, спустя хотя бы две недели после получения того или иного результата. Не было никакого ракового регистра, который охватывал бы всю информацию, анализировал бы происходящее по стране, поэтому какая-то оценка воздействия программы была невозможна. Ну, все это нужно было сделать, организовать программу, и мы подчеркивали значение популяционного скрининга вот такого рода программ, которые имели большое значение, потому что они охватывали большие слои населения, а не какие-то небольшие отдельные контингенты. Поэтому, конечно, нужно хотя бы стремиться приглашать большое количество людей. И таким образом мы создаем базы данных во время мониторинга населения. Ну, много, конечно, имеется рекомендаций по контролю и гарантиям качества. Достаточно, это трудоемкое занятие. И первые этапы процесса скрининга охватывают эти рекомендации. Введение, организация, тестинг, эндоскопия, патанатомические, цитологические исследования. Ну, кроме того, есть и такие общие темы, как организационного характера, вопросы, касающиеся общения, коммуникации, движения информации. И вот все это вошло в состав рекомендаций. Что же мы обнаружили при проведении таких вот программ в разных странах? Потому что, в принципе, мы же должны были совершенствовать программы на основе полученного опыта. И так мы объединили усилия, сотрудничали. И по существу, что же мы обнаружили? В начале программы мы учились на своих ошибках, на опыте коллег. И нужно подготовить людей для того, чтобы они в странах предоставляли эти услуги. И отчасти этот тренинг относился и к пациентам с симптоматикой. И поэтому, ну, по каждой стране тоже прошло время. Надо было планировать программы, нужно было подготовить сотрудников. Потом уже занимались скринингом, диагностикой и, по сути дела, отслеживанием диспансеризации выявленных случаев. Все это помогло большому количеству пациентов. Что, кроме того, мы видели? Это в настоящее время становится все более актуальной программой. Опять же, требуется время и деньги для того, чтобы усенсовать программы. И в Европе оказалось, что затраты, связанные с контролем качества, составляют где-то от 10 до 20% расчетной стоимости полностью созданной программы. Я во второй половине нашего заседания, сессии, освещу и другие вопросы. Но просто хотел сказать, что когда принято решение программу осуществить, вот мы считаем очень полезным пригласить коллег из других стран, чтобы вместе взглянуть на, рассмотреть ситуацию, найти возможные решения. И это так и проводилось вот с помощью, например, Всемирной организации здравоохранения. Я думаю, что и в Российской Федерации тоже произошло, что и вот в Беларуси в 2011 году. Это практически рекомендации Европейского Союза на данную тему. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...